Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Олег Соловьёв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. На атомных электростанциях концерна «Росэнергоатом» нарабатывается до 20% мировой ежегодной потребности в «Кобальте». На третьем энергоблоке Смоленской АЭС впервые приступили к производству промышленного радиоизотопа «Кобальта». Миссия поддержки Всемирной Ассоциации Организации АЭС на станции. Очень дружелюбная коллектива атомных электростанций. Я в полном восторге, не только я, но и мои коллеги. Это безумно интересно. Технический тур молодых специалистов электроэнергетического дивизиона. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков. Суммарная мощность 24291 мегаватт, выработка 102304,8 миллиона киловатт часов, что соответствует 1,1% заданию фаз. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе блок номер 3, нагрузка 1020 мегаватт. Существенных замечаний по работающему блоку нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 30 дней июня составила более 1 миллиарда киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 8,4 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока номер 3. Это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60, имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке. На атомных электростанциях концерна Росэнергоатом нарабатывается до 20% мировой ежегодной потребности в кобальте. Сегодня мы присутствуем на загрузке кобальтовых поглотителей в 8-й энергоблок наших АЭС в рамках выполнения наших международных обязательств по поставку кобальта канадской компании «Энергия». Данная загрузка подтверждает, что Росатом является надежным мировым партнером в изотопном бизнесе. Концерн Росэнергоатом планирует и дальше развивать изотопный бизнес, расширять производство изотопной продукции, в том числе на реакторах других типов, для выполнения стратегической цели госкорпорации Росатом по созданию новых продуктов для российского и зарубежного рынка. Проект по наработке изотопа кобальта-60 на Смоленской АЭС стартовал в сентябре 2017 года, когда на первом энергоблоке были загружены первые дополнительные кобальтовые поглотители. В июле 2018 года кобальтовые поглотители загрузили в реактор второго энергоблока. Процесс облучения кобальта для получения требуемой активности делится 5 лет. После извлечения облученных изделий из реактора специалисты разделят кобальтовые поглотители на элементы и загрузят в транспортные контейнеры. Окончательную подготовку продукции для отгрузки заказчику будут производить специалисты Ленинградской АЭС. Там занимаются производством кобальта-60 уже более 20 лет и обладают необходимой технической базой и большим опытом. Конструкция реакторов РВМК такова, что они позволяют нарабатывать изотопы достаточно простым способом. Реакторы ВВР такого не позволяют сделать. Области применения радиоизотопа обширны. Он используется в ядерной медицине, лучевой терапии, для стерилизации медицинских инструментов и материалов, продуктов питания, повышения прочности полимеров, проверки качества изделий из металла, очищения промышленных отходов, стимуляции урожайности зерновых и овощных культур. Количество изотопа кобальта-60, извлеченного через 5 лет из третьего блока, позволит простерилизовать более 446,5 тысяч тонн медицинских изделий специального назначения и косметических препаратов. Пастеризовать порядка 744 тысяч тонн специй или 2,3 миллиона тонн мяса, более 1 миллиона тонн зерновых, 55 миллионов тонн овощей и картофеля. В течение недели ведущие специалисты в области атомной энергетики из Франции, Болгарии, Украины, Московского центра Всемирной ассоциации организаций и российских АЭС делились со смоленскими атомщиками опытом по тематике наблюдений за деятельностью персонала и целевых инструктажей. В 2017 году команда экспертов Московского центра ассоциации провела на Смоленск АЭС партнерскую проверку. По ее итогам было отмечено, что по многим аспектам производственная деятельность предприятия осуществляется достаточно эффективно и общее состояние станции поддерживается на хорошем уровне. В то же время эксперты отметили области, имеющие резервы для улучшений, в их числе инструменты человеческого фактора, наблюдения за деятельностью персонала и целевые инструктажи перед выполнением работ. В течение двух лет на Смоленск АЭС были разработаны и внедрены корректирующие мероприятия, связанные с доработкой и внедрением необходимых регламентирующих документов, инструкций, чек-листов, обучением персонала, созданием электронной базы данных. Насколько эффективны предпринятые шаги, что еще можно усовершенствовать? Эти вопросы стали предметом внимания команды миссии поддержки. Эксперты посетили рабочие места, изучили действующие на предприятии документы по методикам проведения наблюдений, целевых инструктажей. По итогам работы сформировали предварительный отчет, включающий положительные практики и предложения по оптимизации процессов. 30 молодых специалистов электроэнергетического дивизиона с 20 по 28 июня исследовали все типы реакторов, эксплуатируемых в России. Они побывали на Ленинградской, Белоярской и Смоленской станциях. В Десногорске представили доклады на производственно-технической конференции. Завершили технический тур, посвященный 65-летию атомной энергетики в Обнинске на Первой в мире АЭС. По общему мнению команды Техтура, визиты на объекты бесценны в плане обмена опытом и углубления знаний о тонкостях производственных процессов. Выигрывают и люди, и предприятия. Первые раскрывают свой интеллектуальный потенциал, растет их профессионализм и мотивация. У-вторых, появляется дополнительная возможность повысить безопасность и эффективность деятельности. Очень дружелюбная коллектива атомных электростанций. Я в полном восторге, не только я, но и мои коллеги. Это безумно интересно увидеть вживую то оборудование, которое много лет читаешь по книжкам и изучаешь. Физические процессы, экономические, гидравлические все процессы. Это можно было все пощупать, потрогать. Общаясь с сотрудниками Центрального аппарата и филиалов концерна, Акционерного общества «Атомэнергоремонт» и «Атомтехэнерго» и слушая их доклады на конференции, можно было бесконечно удивляться их талантам, активности и увлеченности. Настоящие рационализаторы и патриоты отрасли. На смену нам, ветеранам, пришла грамотная, опытная молодежь. То есть это специалисты своего дела. Эксплуатационники и ремонтники, специалисты в области радиационной безопасности, программисты и ученые говорили об идеях, которые помогут решить локальные проблемы организации и задачи уровня дивизиона. Некоторые представили собственные разработки, которые уже применяются. Очень интересно для роста своего профессионального. Такие мероприятия имеют значение. Я очень рада, что мне удалось посетить этот технический тур и Смоленскую атомную станцию в том числе. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rostenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok